первый момент это прям клопы бред прав маньяка я надеюсь что он мне надоест привет недавно я снимала распаковку посылки ароматный сайта ксирджов если вы смотрели эту распаковку то вы видели что я заказала пробники вот так вот выглядят пробники там можно было выбрать ароматы я заказала ароматы которые либо я хотела либо которые я где-то слышала магазине пробовала но не распробовала хотела попробовать дома спокойненько попользоваться и это аромат starlight naxis дома бьянка и италика в принципе я это эти пробники заказала только из-за аромата starlight потому что он мне в магазине очень понравился к нему подходила много раз пробовать я его себя хочу но как-то пока что цена очень кусается поэтому буду пользоваться пробником у меня их два я думаю что мне надолго хватит с учетом количества всех ароматов которые мне нравятся и так поехали я тут уже побрызгала бумажки сделала свои заметки я думаю что начну с аромата starlight я вставлю здесь буду вставлять и то как выглядит такой и нотки аромат я свяжу бумажечку нужно заказать боттеру нормально это простая бумажка я тут набрызгала но освежить какой же он классный вообще просто стоит как я не знаю xer jove starlight аромат 2019 года он восточно пряный хотя на мой нос я бы его даже наверное назвала гурманским потому что когда я его слушаю он вызывает слюноотделение он очень вкусный я думаю что благодаря приправам которые в нем есть он неотменно ассоциируется с чем-то съедобным нем есть корица миндаль кардамон гвоздика очень съедобный он теплый пряный сладкий в нем особенно под конец есть ореховость такая коричневая теплая ореховость которая вот если вы берете допустим лесной орех и его ступкой потереть или если его сильно разжевать он становится у него такой вкус ореховый и он такой как будто теплый становится опять мои больные фантазии я просто рассказываю как я его ощущаю очень классный я себе хочу флакон но пока я не использую эти пробники я флакон покупать не буду конечно же может быть потом от левант куплю но я просто бред прав маньяка я надеюсь что он мне надоест к концу второго пробником может быть я с ним наиграюсь и может быть захочется покупать флакон именно не на дышаться просто я думаю что очень 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 будет просто сексе звучать на мужчине поехали дальше следующий сказал заведующий у меня тоже тут уже брызгала я но я еще раз шикну чтобы освежить свои ощущения второй аромат из этого набора это на access я о нем много слышала хороших отзывов но я так и не поняла как он пахнет я его попробовала в магазине но мне одного раза было недостаточно чтобы понять в чем-то соль почему о нем все время говорят так много этот ароман 2015 года но я до него добралась вот только что 2000 конце 2022 он сладкий но в меру сладкий он медовый но он не это не такой мед густой такой темный это очень светлый мед из каких-то весенних партий цветочков такой мед который ложат в чай в нем есть лаванда но она для меня даже немного ментоловая какая-то на настолько свежие это лаванда совсем не колючая мягкая свежая ментоловая мятная очень необычно потому что сам по себе аромат сладкий и громкий но вот эта лаванда она все переигрывает в совершенно другую сторону и он громкий сладкий и свежий одновременно но мужчине сто процентов будет классно звучать он фужерный в нотках заявлен jasmine но я здесь его вообще не чувствую я думаю что он где-то на фоне есть придает вот это вот скорее всего свежесть но я его не чувствую я поняла в чем соль этого аромата я с удовольствием буду пользоваться этими пробниками очень интересно очень я понимаю всю шумиху вокруг него и это был на access следующий аромат из этих пробников дама бьянка это ксер джофф линейка косомарати из всех ароматов косомарати что я пробовала мне казалось что они все такие пряные сладкие с ванилькой со специями и отдам и бьянка я ее не пробовала нигде и я тоже ожидала что она будет такая хоть немножко но ванильно-специевая я не вдавалась в подробности в ноты не читала просто хотела ее попробовать потому что мне в принципе нравится линейка косомарати и я была удивлена какая это дама раньше я ненавидела такие ароматы у меня с ними была очень плохая ассоциация неприятного человека но на самом деле вот ну вот это направление невероятно нежное и вот сейчас спустя много 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 лет более 10 лет даже наверное больше 15 лет я наверное доросла или просто я ушла от этих ассоциаций и мне эти ароматы очень нравится я даже себе прикупила несколько флаконов из ароматов похожего направления такие белоцветочные но не ядреные белоцветочные такие нежно-мускусные белоцветочные и дома бьянка цветочная мускусная написано еще что она древесная но я честно говоря не могу сказать что я тут какие-то деревяшки слышу может быть если тут есть сандал может быть какой-то сандал под конец вылезет это сладкий цветочный аромат нежнейший просто нежнейший вот бьянка это белый а если я правильно понимаю дома бьянка белая дама и флакон вот такого светлого цвета идеально просто подобраны и название и флакон он ванильный белоцветочный фиалковый здесь есть и с вообще очень интересно я когда открыла пирамидку посмотреть что же внутри пирамидка меня ну не удивило но как бы было было очень интересно посмотреть там есть и фиалка и ирис и сирень еще что-то ландыш ландыш вот ландыша я здесь не чувствую не слышу но я знаю что из из своего опыта что если это ландыш где-то там на фоне то он придает такую как бы влажность аромату и за такие нежнейшие белые цветы может быть чуть-чуть подбродившие ну как цветы могут быть подбродившие блин сейчас вылезает ваниль я первый раз когда пробовала мне варить ваниль вообще не не вылезла первый раз когда я пробовала пшикало из пробника меня так ну типа нежный белоцветочный женский аромат да он чисто женский я на мужчине вот его вообще не ощущаю а вот сейчас я его уже четвертый раз пробую и он мне с каждым разом нравится все больше и больше и он становится еще красивее чем дольше он на коже находится он раскрывается невероятно просто для кого-то это может быть идеальным ароматным я мне кажется он на все случаи жизни на все времена года но в жару наверное сложно его представить но в жару вообще очень многие ароматы сложно представить и вообще наверное лучше когда на улице там плюс 30 и больше вообще лучше ничем не пользоваться в классный что-то я его конечно поначалу я его недооценила в нем есть солод и он дает вот я поняла это почему я говорю забродившие цветы что фактически не может быть наверно такого тут есть солод который придает вот эту вот нотку какую-то дрожжевую или как как будто что-то подбродила в хорошем смысле слова вот как бывают фрукты переспелые дату тоже вот как будто какие-то переспелые цветы которые вот-вот отцветут поначалу он мне не очень понравился сейчас я прям ведро хочу себя очень советую присмотреться да я не сказала это аромат 2012 ваш года 2012 и следующий пробник это к самарате италика он у меня вызвал самые противоречивые впечатления я себя в голове я его магазине не пробовала в голове я себе понапридумывала как он пахнет и ожидание не совпали с реальностью вообще вообще мне миндаль нравится в ароматах но это аромат меня еще сбил с толку тем что когда я искала ноты я нарвалась на 2 флакона италика они немножко разные я сравнила по ноты есть на фрагрантике просто италика а есть италика 2021 меня это сбило с толку причем нотки там немножко отличаются я так понимаю что 2021 года италика должна быть послаще я не знаю какого года вот эти пробники я предполагаю что это последние 2021 года в общем такие ситуации сбивают с толку и этот аромат мне пахнет клопами такие которые на улице живут и которые ползают по ягодкам бывают во дворе в общем я понимаю что это миндаль я прекрасно осознаю что это миндаль вот если это прислушиваться то это понятно что это миндаль и не клопы но мне пахнет клопами особенно поначалу первые моменты это прям клопы даже прямо где-то в висках начинает сверлить это гурманский аромат если я абстрагируюсь от клопов то он очень даже съедобный я во первый раз попробовала дочка сказала как вкусно пахнет мне пахнет клопами он сладкий ореховый очень теплый в нотах заявлено молоко и я думаю что вот это вот молочная нотка она сглаживает миндаль миндаль здесь такой как будто знаете вот есть стручковая ваниль есть ваниль которые ванильный сахар есть эссенция ванили которую добавляют там несколько капелек до выпечку вот я скажу что здесь эссенция миндаля то есть это не какой-нибудь там для меня не какой-нибудь натуральный миндаль который там раскусили это такое это прям эссенция и с ней как будто пролили немножко будто переборщили но слава богу вот это вот молочная нота еще какая-то там есть нота которая сглаживает и он становится сладкий мускус мускус молочную ноты и мускус вот сглаживает эту ядреную миндальность поначалу которая и когда он раскрывается клопы уходят и это очень классный вкусный миндальный аромат очень съедобный как я молоко не пью и есть миндальное молоко для называется миндальная бариста и в нем очень яркий вот этот вот миндальный вкус потому что обычно миндальное молоко в нем нет ярко выраженного вкуса но вот именно вот в этой версии миндаль бариста молоко в нем есть вот такая вот как эссенция миндаля и я бы сказала что вот это вот миндальное молоко не просто молоко а это вот пахнет миндальным молоком и но это ненависть и любовь в одном флаконе и не очень нравится но я тем же самым временем не могу перестать его слушать что-то в нем есть мне сложно представить его на себе он больше мне кажется женский в нем такая сухая ваниль не знаю очень противоречивый аромат я я сбита с толку из всех ароматов из этого набора конечно это самый противоречивый днем что то есть он ужасный и прекрасный одновременно в общем это не тот аромат который стоит покупать вслепую ну вообще такие дорога и дорогие ароматы не стоит покупать вслепую но я советую вслепую его точно не брать если только там отливантик или пару капель пару миллилитров вы никого не прибьете но вызвать головную боль там или какие-то плохие мысли ассоциации я думаю он может но лично для меня это так это было все на сегодня большое спасибо что были со мной подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях какие вам нравятся ароматы парфюмерного дома к сердцов какие вам не нравятся какие вы может быть советуете попробовать этот дом для меня очень интересный я очень люблю их ароматы у нас не все можно попробовать в магазинах не все представлены и мне кажется только в одном магазине вообще в реги они есть они по цене тоже разные некоторые вот допустим как я купила dolce amalfi и допустим лира достаточно доступны они в пределах люксовых расценок но у сердцов есть конечно просто какие-то космические дорогие ароматы есть ароматы которые можно купить только у них на сайте которые стоят вообще как короче много да опять много слов мало информации я надеюсь что это не последнее видео которое вы посмотрите надеюсь что хоть какую-то информацию и пищу для размышления я дала и оставайтесь со мной пока